всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня влог начинаю прямо с утра вместе с вами хочу сделать масочку и сегодня я буду делать вот такую от марки freeman я покупала ее на херби девочки классная маска вот для увлажнения кожи вот эта маска вообще обалденно на мой взгляд я не знаю почему у нас россии не продают вот эту марку freeman но я буду заказывать на херби она мне уже практически закончилась и она действительно очень хорошо увлажняет кожу просто на я не знаю на ура у нас сейчас в питере отличная погода где-то 26 27 градусов держится днем но есть такой если небольшой ветерок гроз так и не было хотя где-то вот я по радио слышала передавали что где-то в какой-то части санкт-петербурга были дожди грозы но не знаю у нас ничего такого не было вот но погода такая прям хорошая не душно очень мне прям вообще нравится балдею вот то есть лето в этом году решила нас порадовать это очень хорошо потому что если бы не было знаете хорошего лета то я бы наверное очень сильно расстраивалась что не поеду на море вот но ничего страшного вот еще сегодня я хочу показать мне просили под видео где я рассказываю как мы познакомились с мужем и просила попросили показать свадебные фотографии вообще их показывала но я их показывала в истории своего похудения где вот видео которое да я снимала чтобы так сказать или где-то еще каких-то полно видео показывал но это было связано с похудением кто смотрел эти видео тут наверное видел мои свадебные фотографии ну покажу да тогда я имела лишний вес достаточно такой весомый кто не видел еще вот сушки только здесь на сейчас пыталась помнить сколько же я тогда весила на самом деле не помню ну что то в районе мне кажется 80 килограмм тогда такая хорошая была хороша была так что сейчас вам покажу фотографию ну сегодня такой будет у меня как всегда домашний влог обо всем понемножечку обязательно на шею наношу всегда все маски все абсолютно все маски вот но она прям очень хорошо она вот эта масочка вы ее когда наносите она так немножко покалывает и так немножко вот сейчас вот летом вообще так как охлаждает очень классно мне вообще нравится эффект и потом кожа увлажненная просто но это именно увлажняющая маска ну классно я вам советую советую девочки вот это она голубенькая витель на ней такой лед нарисован очень классно ну что пока действует масочка покажу вам фотографии ну вот такая вот дома в теле я была вот что-то в районе 80 килограмм мне кажется может быть даже 75 76 и честно честно признаюсь не помню вот вот такая вот я была красотка но платье у меня было кстати очень красиво вот этот подол мне очень нравится она у меня до сих пор сохранилась лежит в чехле вот такая кстати не с мужем а с подругой но не хочу может быть она не хочет чтобы я ее показывала вот это в полный рост и так чтобы одна в полный рост у меня распечатанных фотографий нет поэтому вот такая вот я была красотка вот был октябрь месяц поэтому было прохладно это на неве букетик тоже мне красивый был мне это кажется и вот этот вот платье купила потому что мне очень понравился этот подол по низу такой красивый вот такая у меня еще есть тут фотография черно-белая такая красотка такая прям пухленькая заметно да вот такие у меня фотографии свадебные вот еще я такая да хороша мадам ой да такая была красивая вы знаете на самом деле ни о чем не жалей не о том что была полненькой ни о том что похудела ни о том что поправилась мне кажется мне кажется с одной стороны все хорошо кстати у меня здесь наращенные ресницы пучками мне наращивали как сейчас помню вот после свадьбы сняла косметику и все такая красавица прямо и кстати по поводу пухлости это тоже девочки я это я заканчивала школу вот только я не помню меня кто-то спрашивал по поводу утра да это мои натуральные волосы вот натуральный цвет волос вот когда я была молоденькая но я потом их все равно красила смотрите они у меня от природы пушистый хотя здесь я их по моему выпрямила мне так кажется вроде бы я их выпрямила да я их феном вытягивала феном и расческой вытягивала так они у меня вьются даже здесь видно что вьются вот это мой натуральный цвет волос вот да вот такой вот он кажется на самом деле красиво но он был красивый когда я была молоденькая мне было вот столько лет сколько здесь сколько там 17 до лет школу заканчивали вот тогда он был красивый а потом в общем красила перекрасила испортила сама и поэтому сейчас мне уже не нравится ну сейчас уже седина поэтому молоденькой я когда говорю про себя молоденькую что я когда-то была молоденькая имею ввиду ну такой возраст там 20 лет там юная если хотите вот такая вот я была тоже видите пухленькая такая щечки такая красивая красотка брови вечно выщипанные у меня были вот такая вот я что мне кажется сама на себя не похожи да да мне тут 17 лет девочки такая решила девочки устроить небольшой перерывчик накупалась в том бассейне он правда маленький вот но хорошо очень освежает нам немножко позагорать вот сейчас читаю книжечку такую новую туда читала такое новую у нас библиотеки еще закрытая вроде как собираются открыть это я библиотеки брала кто меня давно смотрит знает что я люблю ходить в библиотеку вот вроде собираются открыть библиотеку но как-то там по записи что-то в этом духе туда будут ходить вот ну не знаю пока пока дочитываю я не все прочитала вот так что пока дочитываю то что прошлый раз еще брала все некогда было этому корыто собаки мои налили она правда мне плескается просто воду оттуда пьет вот хотели чтобы она поплескалась накупалась мальчишками тоже накупались пошли домой немножко полежу и надо будет идти белье разбирать которая уже постиралась высохла счетом у меня стирается на будет повесить на ужин потом готовить но пока можно полчасика просто полежать красота мальчишки дома говорят мама жарко играет там в лего строят чуть какие-то корабли они строят потом бассейне там запускают вот так что я тут наслаждаюсь тишиной в том числе сходила покормила мальчишка обедом они сидят кушают а я еще раз там скупалась красота такая тишина девочки вообще обалденно просто прям не уйти отсюда ну ничего сейчас они придут сейчас мы увидели вот к регам так что вот так вот в общем наслаждаюсь одним словом между между домашними делами наслаждаюсь жизнью и мы тут кстати вспоминали с мужем у нас вот этому бассейну уже семь лет может быть 66 даже наверное шесть с половиной лет примерно вот так вот наверное купили когда еще старший был совсем маленький и вот до сих пор стоит всего две заплатки в нем классный бассейн ну только он для взрослых низкий то есть мне где-то вот так вот он а для деток он вообще отличный но старшему уже тоже он низковат вот нам с мужем да он мелковат но все равно поплескаться помочиться можно и у нас кстати скоро вроде бы откроют всякие фитнес фитнес-центр и так далее и когда было вот этот вот вся вот эта изоляция вся вот эта история мы сможем купили себе абонементы вот так что я буду жду не дождусь но я буду ну как бы хочу ходить бассейн там абонемент и спортзал и бассейн но я больше по бассейну потому что когда ходишь бассейн как-то и кожа такая становится и не знаю мне очень нравится бассейн больше чем всякая тренажер к более у меня мой тренажер дома есть я на нем кстати занимаюсь вот только когда совсем душно было я не смогла скажем так а так так что жду не дождусь собираюсь по вечерам может детками будет оставаться а я а я бассейн поскочу но я тут лежу не одна со мной лежит моя подруга кошка только лежит там в тенечке а я на солнышке хорошо конечка да красота тишина птички поют класс ветерок такой небольшой балдеем собака ушла куда-то в тень и очень жарко девочки смотрите какая меня куча дома ждет а я там загораю купаясь умничка ой не могу это я сейчас принесла уже высохла то которая с утра вешала белье на здесь правда и постельное и какие-то куртки я уже перестирывала в общем кошмар я ненавижу ненавижу вот это вообще ненавижу разбирать белье но что делать буду ну что пришла уже готовить ужин белье разобрала значит на ужин у меня сегодня такое незамысловатое блюдо быстро готовится без моего участия можно так сказать это у меня здесь у меня но я уже показывала как-то как я его готовлю а значит здесь у меня внизу картошечка лучок морковку и сверху рыба и сметана на сметану соответственно укропчик сухой я посыпала все это залила водичкой сейчас я закрою все это дело крышечкой и поставлю в духовку получается безумно нежное вкусное блюдо единственно что в этот раз я взяла вот эту горбушу баночка сделала сразу четыре ну чтобы это муж на работу тоже взял дети у меня не едят рыбу вообще никакую я курицу вчера запекала так что им курочку быть на ужин а нам сможем вот такое блюдо вот так что сейчас поставлю но как раз в духовке быстро без нового участия готовится это очень классно но соответственно не забыть посолить надо всегда я солю на картошечку так как рыба у меня уже такая консервированная не знаю попробуем но я как-то делала сконсервированной рыбой не со свежей вот такое и очень вкусно моему может даже больше нравится сконсервированный чем со свежей рыбкой вот ну ну ладно захотелось что такое рыбного скажем так поэтому поэтому вот такое блюдо сейчас духовочке дойдет а я тут пока варю во-первых яички их я на салат с капустой вот которая говорила дети меня любят с горошком с капустой и без майонеза просто заправка масла уже показывала еще варил такой ягодный компотик я его поставлю как раз на ночь в холодильник остудиться завтра вообще будет такой и здесь у меня красная смородина черная смородина еще с прошлого года собирали и этот немножко сюда брусники добавил брусник у меня такая перемешка с клюквой то что будет такой прям он будет кисловато-гариковатый такой компот будет очень вкусно вот ну сейчас буду делать яйца уже почти сварились сейчас буду делать салат его сделала салатик вот этот вот с яичком рак три яичка что-то я творила обычно 4 я кладу на целую такую миску вот у меня огромная миска девочки у меня едят вместо гарнира у меня даже муж вот на работу берет с собой такой салат качестве перекуса в качестве ужина мне кажется отличный вариант здесь консервированный горошек яйцо помидоры огурцы еще зелененький лучок сюда положил и капуста на самом деле можно положить сюда все что угодно все что вас есть допустим у меня бывает такое что нет помидорчик of я просто огурцы кладу да нет там огурцов просто помидоры и бывает вообще могу не положить не помидор не огурцы если их их нет и есть допустим там только капуста яички и консервированный горошек получается безумно вкусно все это посолили обычным подсолочным маслом пробовала оливковым невкусно пробовала каким-то другим но немножко другой вкус получается вот так что вот такой вот вкусный питательный салатик мы мои сегодня будут есть как раз у меня дети будут есть вот этот салат и просто курицу вот они часто так делать я даже гарнир никакой не разогревая потому что знаю что вот есть вот такие вот такой салат маленький то не знаю он у меня привереда младше старший вот с довольствием поезд на эту девочки на ночь глядя как выразился моему сейчас пол девятого всего лишь решила прополоть грядку на то что утром солнце днем душно утром здесь солнце как раз вот и как бы самая но вечером десаше комары закусали я с голыми ногами как можно выразиться так вот тут вот хочу вам показать мою это горох у меня который помните я вам показывала сажала рассадой на самом деле не буду больше этого делать потому что из девяти штук у меня взошло восемь и в итоге выжила раз два три четыре четыре штуки всего он единственное что уже видите дал горошки я занялась перчатка хочу считаем цветочки пополоть пока такая погода хорошая вот то есть у него живите скоро будем горошинки кушать уже вот вовсю цветет то есть он как бы рано начал да но в итоге погибло то есть либо рассады надо сажать больше тогда рано будет горох либо что а здесь вот я решила этот лук оставить на на головку вот не знаю как он у меня тут какой-то совсем он мелкий пропал он немножко паник вот а здесь у меня моя цветная капусточка вот они мне как были четыре так четыре штучки тут и живут вот эта самая большая но она самого начала была такая сама огромная тут хорошо а то видите сколько сорняков выпало тут так что девочки смотрите какой у нас закат красивый красота сейчас такая на улице вообще прохладно так хорошо обалденно просто просто такая . это у нас эти время сейчас 10 часов и вот так еще светло это про белой ночи кто-то меня спрашивал вот на вообще их снимать сложно на камеру не передать нужно видеть белые ночи что-то я все грязно пришла сходила в душе с пойду косметику смывать что у меня все потекло вот сегодня гулять не пошли хотя такой закат красивый мой девочки извините но я работала извиняюсь вот и закат такой красивый но я в грядках застряла как это мои мужчины назвали они без меня не пошли никуда вот так что то что сегодня он без прогулки так практически каждый день гуляем да так все до финского залива пару кружочков такой променант вечерний вот но на сегодня уже буду с вами прощаться буду ложиться спать я надеюсь вам понравилось такое видео нам было для вас интересным не забывайте ставить пальчики вверх мне это очень приятно оставляйте комментарии всех люблю целую до новых встреч до новых встреч